привет привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала айти навигатор с вами в данном ролике мне бы хотелось рассказать о своих первых впечатлениях об новой ubuntu 1904 18 апреля 2019 года у нас состоялся релиз сегодня у нас суббота 20 я потестировал данный дистрибутив несколько дней и мне уже сейчас есть что вам рассказать первым делом давайте я запущу терминал покажу вам screen fetch собственно у нас ubuntu 1904 диска динго версия ядра 5 как и обещалось до 500 13 генерация gnome shell по умолчанию здесь у нас стоит тема в м адвайта gdk темой яру также тема иконок и так далее вот сейчас вот дистрибутив потребляет оперативной памяти полтора гигабайта также я сделал скриншот с холодного старта дистрибутива вот перед записью видео полтора гигабайта да вот видите ничего здесь не было запущено сейчас вот пожалуйста telegram запись видео там так далее несколько приложений запущено и что я хочу сказать потребление оперативной памяти в ubuntu 1904 она скажем так стало получше дистрибутив более бережно относится к вашей оперативной памяти что еще хотелось бы вам показать версия gnome 332 как и обещалось здесь у нас плюс минус все новые фишки последнего gnome shell если мы откроем настройки также по моему первоначальном видео где я рассматривал бета я вам показывал добавился у нас новый раздел дал приложениях здесь мы теперь можем каждое отдельное приложение настроить тем или иным образом допустим тот же бит торрент клиента transmission мы можем включить выключить уведомления данного приложения настроить различного рода доступа и параметры допустим тот же visual studio code могу там допустим настроить тот же кэш приложения до хранилище уведомления так далее и тому подобное настройки безопасности он допустим браузер firefox я могу также задавать различные параметры и мы можем можем видеть что из приложения к приложению параметры меняются у каждого они свои то есть очень гибко можно настроить каждое приложение какие уведомления получать какие разрешения давать это однозначно огромный плюс также в терминале мы можем видеть то что изменилось меню до раньше у нас не было вот кнопок да для создания новых вкладок и так далее меню здесь у нас сразу же на панели это фишки нового gnome раньше было немножко по-другому плохо или нет однозначно сказать не могу в целом выглядит симпатично и я думаю что это даже удобно что еще хотелось бы сказать наутилус все та же логика меню просматривается ну как бы гном одна и та же концепция все гномовские приложения вот теперь у нас меню выполнено в этом стиле наутилус у нас 332 ну понятно да это гном файлы fork наутилуса ну и версия дублируется версии гнома да по поводу центра приложений что я хочу сказать у нас улучшена поддержка флэтпак центр приложений он стал запускаться гораздо быстрее теперь у нас также вот более подробная информация о пакетах здесь предоставляется если это флэтпак там будут дополнительные еще параметры показаны в целом неплохо ну и приложение устанавливается тоже гораздо быстрее над производительностью поработали сам гном стал работать шестрее ну и за счет нового ядра за счет нового гнома дистрибутив ubuntu 1904 чувствуется гораздо быстродейственным да то есть он работает более плавно то есть мы откроем приложение в принципе довольно таки неплохо все работает что еще хотелось бы сказать тема яру она получила поддержку больше поддерживает больше приложений мы здесь видим что большинство иконок поддерживается да практически все приложения теперь основными иконками темы яру это я считаю довольно таки неплохо что еще хотелось бы отметить приложение до обновление системы и так далее вынесена отдельно в live patch если мы запустим то эту штуку можно было видеть в другом приложении ранее она называлась обновление по моему дополнительный программа и обновления ну таки называлась но сейчас вот live patch вынесли отдельно что еще хотелось бы отметить по поводу драйверов если вы используете nvidia видеокарту как и я то сейчас вот для вас небольшая новость раньше как после установки дистрибутива вернее во время установки когда вы ставили галочку устанавливать стороне программное обеспечение либо же устанавливали драйвер то у вас был выбор 340 либо 390 и 340 выставился обычно по умолчанию это в моем случае до 390 драйвер он был тесты сейчас по умолчанию ставится 418 драйвер это новая версия драйвера для видеокарты nvidia для linux дистрибутивов он сейчас тесты вот он поставился у меня по умолчанию и на первый взгляд хочу сказать что работает все довольно таки неплохо а тиринга как вы можете видеть на видео особого нету ну и целом зачетно я до установил приложение дополнительные настройки гном можете его скачать в центре приложений и что я хочу отметить по поводу внешнего вида яру у нас теперь доступен и темный вариант темы насколько я помню раньше он не был нам доступен можете поправить меня в комментариях если ошибаюсь возможно не досмотрел ну и темный вариант темы смотрится просто замечательно выше всяких похвал также у нас осталось здесь старая добрая адвайта адвайта дарк адвайта по умолчанию да но скажем так старой темы ubuntu сейчас сборки уже нету который вы можете по умолчанию 1804 наблюдать так что возможно для кого-то это важно имейте в виду значки вот ubuntu еще есть да какие-то ubuntu dark и light остались давайте вернем яру ну и давайте поставим на темную тему нам никто больше импонирует ну давайте проведем еще какой-нибудь тест запустим несколько вкладок фаерфоксе и посмотрим все же как дистрибутив себя ведет когда у нас много чего там открыто давайте запустим википедию откроем youtube не знаю давайте там react.js откроем а он думает что как джесс это сайт ладно криво написал вот кому интересно кстати программирование у нас есть канал на ютюбе джесс код ссылочка будет в описании этом снимаю в ролике java script кому интересно подписывайтесь также у нас есть группы в telegram дайте навигатор для джесс код также ссылочки будут в описании там я публикую различные статьи всякие интересности вопрос и так далее обратите внимание ну и давать какую-нибудь четвертую вкладку откроем ну допустим зашли на reddit что почитать вот ну довольно таки обыденная ситуация 4 вкладки в браузере здесь тут у нас видео записывается telegram открыт давайте откроем там не знаю наутилус что-то мы зашли там с документами ну давайте нерелевантным документы пустые допустим зашли вот файловую систему что-то посмотреть либо и офис давайте еще откроем запустим да вот ну как бы обычная нормальная рабочая ситуация у нас открыто различное множество приложений если сейчас мы откроем обзор посмотрим да открыт браузер мессенджер там с офисом работаем как бы стандартная рабочая ситуация ну и давайте теперь запустим допустим терминал и посмотрим потребление оперативной памяти и что мы видим то что дистрибутив потребляет 264 гигабайта оперативной памяти повторюсь при четырех вкладках в браузере с мессенджером запущенным редактором офисным то есть при записи видео full hd причем мы пишем сейчас довольно таки с высоким качеством 40 мегабит битрейт 30 кадров в секунду и дистрибутив потребляет 262 гигабайт оперативной памяти то есть в принципе для комфортной работы вам будет достаточно ну 4 гигабайт выше крыши я думаю для этого дистрибутива просто замечательно если меньше но минимальный объем для комфортной работы ну я считаю это 2 гигабайта если у вас и того меньше оперативной памяти то советую обратить ваше внимание на ксу бунту linux mint xfce и прочие легковесные дистрибутивы давайте еще наверное вам покажу обои как же без обоев убунту 1904 диска динго что же он из себя представляет это дистрибутив убунту с кратким сроком поддержки здесь у нас новое ядро linux 5 версии здесь у нас последний gnome версии 332 что привнесло некоторую обновленную графическую составляющую дополнительные удобства в интерфейсе немножко дистрибутив стал чувствоваться плавней и работать в целом лучше за счет нового ядра и новой оболочки но не стоит забывать что этот дистрибутив с кратким сроком поддержки да это скажем так эволюция на пути к лтс дистрибутиву который выйдет двадцатом году да здесь у нас новая тема новая оболочка новое ядро чувствуется все это свежо красиво и в целом замечательно но здесь все-таки могут случаться баги и случаться они могут конечно же чаще чем в лтс дистрибутив за то время которое я пользуюсь данным дистрибутивом каких-то недочетов и багов выявлено не было что я вам хочу сказать кому рекомендовать данный дистрибутив в принципе его можно использовать тем энтузиастам которые хотят использовать самый новый софт вот лично для меня что круто раньше той же старой да убунту 1804 которая сейчас последняя актуальная лтс я допустим занимаюсь джаваскрипт разработкой и ранее да но джесс когда я устанавливал версия была там как это непонятно 5 или 6 мне приходилось скачать посылки с сайта но джесс их репозитория официального для убунта устанавливать нужную актуальную версию лично для меня сейчас же в одну команду я просто ввел типа суда и 5 install нот джесс да и что мне тут смотрите десятая версия то есть последняя лтс версия уже доступна в репозитории то есть для меня это круто то что из коробки здесь поддерживается последней версии пакета но как бы я разработчик да то есть для меня это критично для обычного пользователя который там будет использовать данную операционную систему свое десктопное решение на каждый день это не особо критично в общем резюмирую хочу сказать это действительно хороший дистрибутив чувствуется работа это огромный шаг вперед для ubuntu действительно она с каждой версией с каждым новым релизом стает все лучше и лучше несмотря до кому-то там нравится gnome кому-то нет это отдельная тема для разговора но целом дистрибутив посвежел вырос повзрослел и чувствуется хорошо чувствуется работа над ошибками и так далее то есть хороший релиз однозначно устанавливать его или нет если вы опять же любите пользоваться самым последним софтом и это для вас критично это однозначно хорошее решение и я всячески рекомендую к установке но если вы обычный среднестатистический пользователь который будет использовать данный дистрибутив как свое основное настольное решение если посмотреть попробовать да можно но на постоянную основу я бы все-таки рекомендовал устанавливать вам дистрибутив с длительным сроком поддержки тоже ubuntu 1804 этой тему яру комьюнити тему для ubuntu можно установить через одну команду в терминале и она плюс-минус по внешнему виду будет схожи до вас не будет новых фишек gnome 332 но я считаю все таки стоит подождать когда выйдет следующий лтс дистрибутив и для большинства все-таки стоит устанавливать лтс решение вот ну а если вы экспериментаторы вам не терпится лично мое мнение дистрибутив неплохой вот и все друзья надеюсь данный ролик был для вас полезным и интересным подписывайтесь ставьте лайки и комментарии не забывайте включить колокольчик дабы не пропустить новые видео ну и напоминаю что у нас есть канал telegram у нас есть канал джиоскода программированием все ссылочки в описании подписывайтесь будет интересно ну что ж всем пока и до новых встреч новых видео